Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Светлана Райна Дача. Дорогие друзья, сегодня мы с вами будем сеять лобилию. Как раз середина февраля, прекрасное время для посадки лобилии. Подошло уже это время, потому что очень много посевов нас еще ожидает. Времени совсем осталось до марта мало. И вот за этот короткий период нужно посеять очень много культур за половину февраля. А в марте уже будет основной посев томатов. А сегодня мы должны посеять, просто необходимо посеять лобилии. Лобилии у нас, дорогие друзья, очень много сортов. Это и палац, кристалл палац от биотехники. Вот такие замечательные лобилии. Так, лобилии вот такие, пурпурно-красного цвета. Это от семена Сибири высотой до 30 см. Вот такие пурпурно-красные. У меня здесь и новые семена. И семена, которые остались с прошлого года. Все их мы будем высевать. Вот такие длинно-черешковые лобилии. Замечательные. Разных оттенков. Орегата-микс. Это уже профессиональные семена. До 25 см. Вот такая серия. И мои любимые. Это хрустальный дворец. Невысокие. Кустиком, таким шариком они растут. Очень симпатичные лобилии. Вместе их можно сожжать и с иберисами, и с алисумами. Прекрасно они сочетаются. Далее. Вот такие. Регата-сапфир. Это тоже профессиональная серия. Тоже невысокие. И вот просто сапфир. Есть и в гранулах, есть и в семенах. Вот такие замечательные сорта. А сегодня я хотела вам еще вначале показать. Посмотрите. Вот это у меня, помните, я сеяла герань. И вот такая геранька у меня уже замечательно выросла. Вот, посмотрите. Какая прелесть. Какая красота. В общем-то, они очень быстро проклюнулись. И все очень дружно взошли. И, как помните, я высевала, кто меня смотрел, треугольничком. И вот так они треугольничком все потянули. Сначала взошла одна. Это вот эта. А вот эти вот три уже после. Но они уже догнали вот эту самую первую. Чувствуют себя хорошо. Стоят они у меня. Уже все пакетики я сняла сверху. Стоят они у меня на подоконнике. На холодном подоконнике. Вот. И чувствуют себя великолепно. Сейчас я произвожу им очень минимальный полив. Никаких подкормок пока не даю. Только опрыскиваю эпином. Ну, это у нас было отступление, дорогие друзья. Значит, что, где мы будем высевать наши лобилии. Лобилии мы будем высевать вот в таком, значит, кузовочке. Мне очень нравятся вот эти кузовки. Они удобные. Делать я буду пассив вот в такие маленькие стаканчики по 200 мл. Это очень-очень удобно. Почему удобно? Потом просто из этих стаканчиков берешь, в совочком в грунте делаешь ямку. И прямо вот, если хочешь разделить, можно этот стаканчик на несколько частей разделить. Очень удобно, очень удобно это делать. Это уже проверено. Значит, брала я, сейчас я вам покажу, вот такие стаканчики, да. Но прежде я вот эту вот кромочку все обрезала, чтобы у меня вот в этот кузовок вместилось как можно больше. Вместилось 14 стаканчиков. Так, и вот здесь вот необходимо сделать, вот шилом я делаю очень много-много отверстий. И почему много? Можно шилом, можно вот здесь вот так взять, смотрите, просто вот так взять и срезать. И получится очень хорошее дренажное отверстие. Можно так сделать. И для чего это надо? Чтобы хороший был дренаж и чтобы наша лобилия питалась, значит, вот этой влагой с этого поддона. Значит, здесь я насыпала немного вермикулита, налила водички и хорошо-хорошо пролила эти стаканчики. Еще вчера, сегодня, сейчас я вам покажу, я еще раз пройдусь по этим стаканчикам, уже вот сейчас прямо перед посевом, вот с таким маточным раствором. Я сейчас добавлю вот в этот мой кувшинчик, такой насыщенный, сделаем раствор, как крепкий чай и прольем наши стаканчики, чтобы никаких инфекции, чтобы никаких инфекций у нас не было. Немножко я переборщила, налила. И вот так вот хорошенечко проливаем наши стаканчики. Лобилия любит такую вот, чтобы влажность была постоянная. Семена очень маленькие, и надо, чтобы они вот на этой, значит, влажной поверхности почвы очень хорошо взошли. И в процессе всходов мы не будем поливать ни разу. Можно только делать опрыскивание. Но я рекомендую очень-очень хорошо пролить грунт. Вот, грунт, кстати, я брала, уже вам показывала ранее, вот когда высеивала питуньи, я брала землю фаска и добавляла биогумуса немножко. И, значит, как его называют-то, вермикулит. Делала такой очень рыхлый грунт. И вот этот грунт у меня везде идет в рассаде. Теперь мы вот так берем и уплотняем вот такой ложечкой нашу земельку, наш грунт. Вот, чтобы у нас не было никаких ямок. Вот так вот. Так. И сейчас мы с вами будем высеивать. Начнем с кристалла Палас. Итак, друзья мои. Сейчас мы будем сеять с вами лобелию кристалл Палас. В прошлом году я высевала эти семена. И здесь было очень много, до тысячи их штук. И вот еще остались. И чтобы они, ну, скажем так, и не пропали, и лишнего нам не покупать, потому что семена очень дорогие. Вот. Мы сейчас будем высеивать. Я делаю так. Сейчас я вам покажу. Я делаю это с руки. Вот смотрите. На руку я положила семена. И теперь беру вот так вот. Просто вот так присаливаю. Их даже видно. Вот так вот. Как бы присаливаю. Ну, или вот так можно прямо вот с ладоньки. Вот. Очень хорошо их вот так подсеять. Здесь у нас получится. Так. Получится. Сейчас, подождите. Я вот этот обрежу, наверное. Так. Получится у нас на несколько. Очень мелкие. Очень мелкие. Ну, чтобы гарантированно они взошли. Вот так вот. Здесь просто из пакетика можно брать... Просто брать вот так на пальчик. Вот, смотрите. Я беру на пальчик. И просто вот так вот их... Как бы присаливаю. Остатки можно вот так из пакетика. Ну, вот. Сделали мы посев кристалл палац. Так. Сразу, наверное, их мы подпишем. Так. Кристалл палац. Это растение такое не очень высокое. Растет шаром палац. Вот сюда приклеим. Так. В прошлом году я сеяла в закрутке. Если кто-то хочет сеять в закрутках, тоже неплохо. Можете посмотреть у меня видео на моем канале. Так. Далее. Вот такие... Лобилия. Плетистая. Красный фонтан. Вот такие красный фонтан. Я подсею вот сюда, так как у меня кристалл палац было немного. Я прямо вот так из пакетика их подсею, чтобы все-все-все до одной штучки высеять. Такой способ тоже прекрасно всходит все, дорогие друзья. Значит, далее вот такую... Так, пурпурно. Вот такой каскад. Сейчас мы будем сеять с вами. Это до 50 сантиметров у нас. Очень мало, конечно, тут семян. Но совсем мало. Ужас. Это от Гавриш. Очень мало семян. Ну, я хочу прямо с бумажки их сеять. Вот так вот. Посмотрите, семян совсем мало. И вот так вот их. Вот так вот. Вот здесь еще насыпалось. Вот сюда мы посеяли красный каскад. Так. Красный каскад. Кстати, их вот здесь разные. Один вот какой красный каскад цвет. Ну, это, наверное, такая фотография вышла. Так. Красный каскад. Ну, вот они, кстати, очень хорошо растут. Неплохо. В прошлом году они у меня росли. Красненькие такие. Вот. Ну, еще один красный каскад посеем. Каскад. Это можно потом рассадить, как бы разделить. И рассадить даже вазоны. Я так делаю. Где вазоны подсаживаем. Где, значит, в грунт. И получается отлично. Ну, вот видите, опять семян очень мало. Очень мало. Вот посмотрите. Ну, вообще не видать их там. Вот так с бумажки буду. Так. 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 здесь прямо остались совсем-совсем жалко вот так раз два три вот эти посеяли мы тоже подпишем это у нас все красный каскад так а теперь 7 вот такие регатомикс профессиональные они вам плох более удобно более удобно сейчас посмотрим сколько тут семян так семена вот такие дрожжированные дорогие друзья сейчас посмотрим так и здесь получается нас много достаточно семян 3 3 6 8 семян ну вот посадим их в один горшочек раскладываю так вот регатомикс теперь будем сеять вот такую регата сапфир так регата сапфир так вот из одной гранулки получается их несколько и кустик получается такой пышненький 4 вместе сильно сейчас палочкой палочкой так видите можно так они уже растворились так чтобы из палочки не дай бог чтобы они не прилепились просто вот так взять вот из палочки сбрызнуть и они тогда скажем упадут снова сюда теперь дорогие друзья что мы делаем вот так хорошенечко 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 их опрыскиваем чтобы они прилегли земельки те и другие чем все которые мы посеяли значит чем я опрыскиваю опрыскиваю я эпином раствором эпина я всегда дорогие друзья это делаю с эпином ну не знаю вот как-то он мне полюбился этот препарат раньше я пробовала разные я аж бисту один и и и и замачивала и в перекиси водорода в общем а этот вот препарат мне понравился потому что ну почти что стопроцентный результат и от замачивания проращивание семян ну выпадов у меня по крайней мере не было вот и вот с ним не только замачиваю но и опрыскиваю и рассаду опрыскиваю и в процессе вегетации опрыскиваю вот очень мне нравится этот препарат так это у нас значит было регата микс сейчас я подпишу наклею наклейки но вот я вот эти вот 6 стаканчиков уже сделала вместе с вами так опрыскала подписала так теперь друзья мои вот такие сейчас посмотрим какие еще вот еще и регата сапфир у меня есть в этих стаканчик вот регата сапфир и хрустальный дворец еще одну регата сапфир написано лобилия ампельная высота 25 сантиметров она идет раки друзья с глазком очень красивая очень и кто друзья мои не сил эти цветы сети они неприхотливые один раз посеете и полюбите навсегда потому что без этих цветов ну как-то скажем скучновато сейчас мы посмотрим так палочка это сдвинуть надо так опять прилипла вот еще раз говорю когда прилипнет вот так возьмите палочки и раз и стряхните ну вот посеяли пока я сюда эту поставлю так и вот такая хрустальный так это у нас будет сапфир ну вот здесь порядком вот кстати вот это кто а это тоже гавришь ну вот в этот сапфир положили достаточно семян потому что это у меня осталось прошлого года вот сейчас я их так беру аккуратненько и вот так присаливаю я из года в год так делаю друзья и все прекрасно вырастает в закрутках тоже такие вот вырастают вот очень тоже хорошо закрутках не так удобно потом их как бы рассаживать а вот стаканчиков очень удобно вот ну вот дорогие друзья ну вот а вот в эти вот три стаканчика я посеяла вот такой хрустальный дворец очень люблю шикарные вырастают цветочки и радует своими глазками все лето еще раз хорошо пробрызгиваем друзья мои чтобы у нас все хорошо скажем пропиталась прилегло и вот так закрываем крышечкой и ставим на подоконник семена прорастают при температуре через 47 дней при 21 24 градусов прекрасно прорастают еще я значит делаю такой вот у меня растут герани дома в ящике я взяла туда и по краям прямо подсеяла посмотрим и каждый день просто их там опрыскиваю эти лобели подсеяла ну вот с вами мы дорогие друзья сегодня подсеяли посеяли вернее очень много лобели разных абсолютно разных сортов а вот и вот такие и такие и красные каскадные ну это просто красота посмотрите сколько мы с вами сегодня на серии и с глазками и регата микс прекрасные цветы которые будут радовать нас все лето до самой самой поздней осени они прекрасно украшают наши садики сады и даже маленькие уголочки возле дома все эти дорогие друзья эти прекрасные цветы которые будут радовать на протяжении всего лета а на этом я свое видео заканчиваю всем пока пока до новых встреч впереди еще много интересного подписывайтесь на мой канал будем сеять все вместе готовимся к урожайной посевной 2021 года всем пока пока